С 11 по 12 октября в Москве прошел первый Всероссийский конгресс молодежных медиа. Организатором форума выступила Международная ассоциация студенческого телевидения. Мероприятие прошло в стенах РИА Новости России Сегодня. К участию были приглашены руководители и редакторы вузовских студенческих медиа-центров. Казанский университет, направых членом Международной ассоциации студенческого телевидения, отправил свою делегацию на конгресс. Это здорово, когда на одной площадке собирается столько людей, которые болеют одной идеей. Есть чем поделиться, есть что рассказать. Есть свои проблемы, конечно, без них никак, потому что создать медиа-центр – это все-таки трудоемкий процесс. И над этим надо работать сообща, делиться опытом, рассказывать друг другу, передавать свои знания, получать знания от других. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева выразила надежду, что крупные региональные вузы станут лидерами, которые объединят все студенческие и школьные медиа. И подчеркнула, что образование студенческих медиа-центров должно быть на базе сильнейших региональных вузов. И в этом смысле Казанский федеральный университет занимает весьма уверенные позиции. Руководство медиа-центра КФУ надеется, что в Приворском округе в честной конкуренции таким куратором должен стать Казанский университет. Я считаю, что этот успех, он возможен, был благодаря, конечно, безусловно, тому, что существует уже с 2011 года сейчас, можно считать, существует телеканал «Универсмотри». Считайте, 4 года он уже вещает в круглосуточном режиме. Это достаточно такая серьезная наработка. Мы сейчас вышли в кабельных сетях вещаем, уже вышли буквально на днях в цифровое телевидение, то есть нас смогут видеть на дачах, огородах, квартирах. У кого есть комнатные тенны и современные телевизоры, если окно выходит, предположим, на Волгу, то проблем нет. То есть это можно смотреть спокойно. На пленарном заседании Конгресса возникла дискуссия, какую количественную аудиторию должно иметь успешные студенческие СМИ. Ведь результатом успешности любого медийного продукта является количество просмотров и наличие подписчиков. Этот более или менее объективный критерий на сегодня может дать только Ютуб. У представителей университетов были разные цифры, однако абсолютным лидером стал телеканал «Универсмотри». Ютуб вообще очень интересная штука. Если ты работаешь на него хорошо, он дает тебе свои бонусы, свои приоритеты. То есть канал поднимается за счет того, что ты работаешь над своим контентом, ты создаешь уникальный, интересный контент. И, конечно же, это не делается за день, за два, за три. Наш медиа-центр над этим работает уже несколько лет. Не оставили без внимания и вопрос о кадрах на студенческом телевидении. В медиа-центре КФУ к работе активно привлекаются сами студенты, которые участвуют в создании медийного продукта на всех этапах – от съемок до выхода в эфир. Можно не сомневаться, такой подход позволяет выпускать из университета профессиональные кадры, которые с уверенностью продолжат карьеру телевизионного журналиста и абсолютно точно будут знакомы со всей горизонталью производства СМИ. Аделя Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.